Мы летим на фестиваль New Star Camp в Сочи на Красную Поляну Это наш третий выпуск Также сегодня будет проходить вечеринка Boiler Room Boiler Room существует с 2000 года Изначально это вечеринка, на которой ставилась видеокамера И транслировалась по всему миру И уже в итоге больше 2 миллиардов просмотров Приехали в гостиницу Так, так, так Вот уже картину поверила Кислородный коктейль напащает Да, у нас тут разные баньки Мы пришли на Boiler Room Ребята, сейчас я задам пару вопросов Хедлайнеру вечеринки Boiler Room, которая проходила сегодня Пару часов назад в горах Вы не представляете, что произошло Мы рассказывали, что люди настолько сильно плясали Что пол просто упал вниз Он, ну, рухнул И я сейчас встречусь с хедлайнером, как я и сказала, в вечеринке Ее зовут Флава Дир Она диджей-продюсер из Англии И играет она такой стиль, как UK Sound Это жанр грайм, бастлайн и хаос Спасибо, что пришли и спросили, как была твоя испытания Что ты думаешь о Сочи? Да, это было потрясающе Я делала много путешествий, чтобы приехать сюда И энергия и люди, они сделали это длительное Очень-очень хорошо, весело Работает, что пробовал, когда ты начинал играть Я знаю, это было невероятно, но я имею в виду, что мы были в отличие Люди, люди, они огромные Спасибо, вы вернете на следующий раз? Я надеюсь, да И какие ваши следующие джиги? Мои следующие джиги? Я надеюсь... Сноу-бомбоминг Я пришла в номер переодеться, потому что когда садится солнце, становится достаточно прохладно, в купальнике уже не потанцуешь, хочется уже утепляться. За что я люблю очень New Star Camp, так это за атмосферу и за людей, потому что люди здесь такие светлые, солнечные, и столько друзей и знакомых, и даже если ты мало кого знаешь, познакомиться здесь проблем нет, все друг с другом знакомятся, общаются. И вот это уже десятый год, замечательные ребята делают вот такой лагерь, который проходит в Красной Поляне раз в году, собирает классных артистов, лайн-ап, происходят классные события, вечеринки, паблик-токи. Здесь в принципе круто всем, даже кто не катается. Пахну, пахну, восхитительно, я расту на гидрополе. Я не чую море, ведь я еду в гости к дяде Бори. Мы встретились с очень интересным артистом Summer of Haze, который играл вчера на вечеринке Powerhouse. Как тебе вечеринка? Ва-ва. Скажи, есть у тебя какой-нибудь фест, на который ты очень хотел бы поехать именно как артист? Не просто посмотреть, а поучаствовать сам? Мне кажется, не все плюс-минус одинаковые. Ну, такие самые распространенные. Сонар, там, паучелло, грубо говоря. Какие планы на ближайшее будущее творчество? Рэп читать, рэп читать. Хочу рэп читать. Haze здесь. Я хотел бы больше делать такое авторское что-то. Не в тенденции, типа, суки, тачки, кокаин. Не, это нахуй. Это уже есть. Я думаю, у тебя это получится, жалять свою нишу в рэпе, потому что у тебя это получилось в музыке. Ты сделал что-то свое, свое направление, и ты не можешь быть обычным в рэпе, поэтому... С нами был Summer of Haze. Андрей Алгоритмик, арт-директор Пауэрхауса Московского. Узнаем о ближайших планах, в общем, поболтаем. Так, я наконец-то встретилась с Андреем Алгоритмиком. Андрей, расскажи про вчерашнюю вечеринку Пауэрхауса. Слушайте, я первый раз на Нью-Стар Кэмпе, и первый раз мы, соответственно, делаем тут большой шоу-кейс. Было здорово, площадка чуть-чуть была маловато для нас, не все люди, которые хотели поместиться, поместились. Но я уверен, что мы вернемся. На самом деле мы уже решили с ребятами то, что мы приедем в следующий год. И у нас будет площадка побольше. А ты часто участвуешь в фестивале? Я больше участвую, как слушайте, потому что я езжу все-таки смотреть и слушать группы, которые хочется провести. Что касается ближайших фестивалей, в которых буду я, мы всей командой едем на большой фестиваль в Ереван. Бурвакан называется, делает Майрис и Майм, который делает симпозиум. И сегодня он объявил свой лайнап в этот фестиваль, там порядка 50 имен, он происходит в мае. Спасибо, что пообщался с нами. Пожалуйста. Ребят, только что проинтервировали прекраснейших артистов Summer of Haze. Мы просто впечатлены этим. Андрюша Алгоритмик, ты тоже классный. Да-да-да, фестинг вон лав. Сегодня второй день фестиваля для нас. А вообще фестиваль идет уже давно. Вчера вечером после бойлерума был шоукейс от Powerhouse. Все артисты очень понравились. Сейчас направляемся. Давай, угадай мелодию. Кому же мы идем на концерт, на закрытую вечеринку JBL. Криво, 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 Криво. Криво, Криво. А вот этот шар. Криво, да, теплый. Криво. Криво. Все, прощай. Помоложе, девочки. мы наконец собрались на горку вот потому что распогодилось вот как вы видите поехать на склон сегодня у нас вечеринка ncore самая главная вечеринка лагеря не будет участвовать американская диджей-герл ее зовут кэш вот она на самом деле одна из моих самых любимых мечтала с ней в лондоне познакомиться это организатор сейчас встретились принимающими участие в этом фестивале прекрасно мы хотели спросить как активно активно да как вообще впечатление впечатление отличных каждый день замечательные мероприятия веселые вечеринки рубрики маршрутка к нам подсел тимур организатор ncore вечеринки которая будет проходить сегодня половина уже прошла на горе и самая жаркая часть будет в груши и не только сегодня 15 июня 15 июня мы делаем фестиваль надеюсь погода будет если нам тут насрались погоды там москве будет пиздец можно материться на хуй тебя будет тима расскажи ты первый год на фестивале чувствительно первый раз я был в том году но я не помню ничего было было туманно я сейчас туманно я все помню а там было туманно потому что типа мы там надо было бухать и наводить контакт да так со всеми спонсорами друзьями блогерами с блогерами и до сих пор бухаем а со спонсорами не наконец-то все случилось с друзьями тоже все случилось короче будет очень клёвый у нас party есть какие-то дальнейшие планы какие-то другие фестивали посетить ну вообще только по фестивалям мы приехали на лагерь о скепта прям по трек скепта выехали что именно привело вас к этому контенту влог я очень часто путешествовала поездила по концертам особенно до кризиса уже просто то есть полететь куда-то отдохнуть не стало так интересно и я стала летать по концертам то есть полететь куда-то не просто посмотреть новый город а именно посетить чей-то концерт пришла классная идея помимо того что самим наслаждаться происходящим еще это все снимать и делиться с другими людьми не могут поехать они могут посмотреть наш выпуск через пару сезонов поехать и узнать как купить билет там дешевле вот это клёвое поесть алиска несет с татарином сувениры а ребят идем на вечеринку инкор вторую который проходит в груши посмотреть что там нихера не видно вот туда идем сколько у вас уже в этом году намеченных фестивале которые точно 4 подождите сонар а потом следите за их влогом и занимаясь частью первая реклама в этом влоге но потом у нас сонар мы очень надеемся поехать на один из самых известных фестивалей мира который проходит часы езды от лондона называется гластенбери который абсолютно соединяет все жанры музыки то есть это там не только техно это и рэпчик этот прям наш гол то есть туда если вы молодые музыканты молодые диджеи или просто любите да а также мы ведем страничку на инстаграме где рассказываем разные про разные жанры музыки выкладываем клевую музыку пожалуйста как думаешь за столбить свой как такой постоянный кейс на этом фестивале следующий год или это такое одноразовый начался сейчас с игнатьевым который самый-самый бог здесь этого фестиваля поздравляю вас десятилетия спасибо тебе эмоции он даже позвал самых крутых как бы ночью намекать тогда ты здесь и кор здесь значит это камера мэр камер гелл италия камер гелл фейсинг и и и и и и и я задом ехала со мной основатель фестиваля new star camp и по мне этот год самый лучший мне кажется я даже больше чем уверен что этот год пока ну в этой отметке вот этого десятилетия этот год явно лучше но еще самое начало то есть если ровнять последующему десятилетию разгон небольшой трамплин что перейти на новый уровень мы в этом году сделали большой упор на музыкальную программу но все-таки часть этого всего был эксперимент мы сейчас поняли что работает что не работает и следующем году наверное усилимся по качественным большим привозом по интеллектуальной музыки именно такой закатной музыки где мы находимся вами сейчас на нашем уприски вот здесь вот на отметке 1170 поэтому в спорте мы достигли каких-то высот будем дальше стараться улучшать парк соревновательную часть так далее но в музыке у нас еще огромное поле для деятельности которые мы будем развивать скажи что-нибудь тем кто еще не был на фестивале и захочет поехать что ты можешь сказать знаете в этом году приехал очень большое количество новых людей и самое приятное что эти люди видишь постоянно из года в год какие эмоции вообще в целом испытывает чайку наша команда операторов в первый раз очень много людей приехал в первый раз и все они испытывают очень классные такие позитивные эмоции и тем кто не был просто посетить это событие она не нуждается в рекламе здесь не так важен line-up или спорт или еще что то это то место где хочется быть и быть своими друзьями и очень круто проводить это правда спасибо и и